В одной из программ мы рассказывали об Алексее Кадочникове и его уникальной системе рукопашного боя «Русский стиль». Сегодня мы продолжаем рассказ об этом удивительном человеке. Репортаж Бориса Курдина, который на себе попробовал испытать то, чего врагу не пожелаешь. На хулиганство есть хулиганство. Тогда вот, смотрите, покажите другую. Я открыл. У меня не только этот палец, есть и этот. У меня есть и этот. Я могу этот забрать. И тут у меня есть. И тут тоже есть. Этот, этот. То есть, вот, когда я пока... Вот на этом, когда я велик не знал, вот, я вот здесь вот увидел. География этого человека немало загадок. До недавнего времени в лицо его знал лишь узкий круг сотрудниковской службы. Самые потаенные секреты его работы пытаются вычислить едва ли не все разведки мира. Сейчас вы видите лишь небольшой эпизод этой работы. Но совсем недавно эти кадры были засекречены. Обратите внимание, соперник на 30 килограмм тяжелее и на 40 лет моложе. Однако это не мешает мастеру отобрать автомат и, играющий, одолеть противника. У меня оружие при мне. Я опять раз, он что-то сделал, потому что он в голову. То есть, ваша задача состоит в том, чтобы оружие работать. Алексей Алексеевич Клядочников. Генерал-майор. Инструктор спецподразделений различных силов инструктур России. Военный лётчик и боевой пловец. Автор нескольких изобретений, большинство из которых до сих пор остаются закрытыми. Именно он более 30 лет назад руководил тренингами спецназа по освобождению заложников из захваченных самолётов. Алексей Клядочников первым соединен принципы рукопашного боя с законными механиками. По его системе тело человека предстаёт как единый механизм, составленный из шарниров и рычагов. Посмотрите, как происходит вот это на первый взгляд непонятное движение. Атакующий с автоматом в руках вовлекается во вращательное движение. Там, где защита требует приложения усилий, происходит то, о чём говорил ещё Ахимед. Находится точка опоры и подходящий рычаг. Причём этим рычагом является как оружие нападающего, так и на конечности и даже пальцы. Кажется, что движение обманчиво листи и даже условно. Ещё раз хочу сказать, значит, я на реальность, да видите, вот он я. Вы обтекаетесь, вы обтекаетесь, вы проходите, вы проходите, вы проходите, вот он я. Что вы будете видеть, пока ваша первая задача состоит в том, чтобы к нему приблизиться без повреждений. Вперёд! Уникальность системы Кадышникова не только в скоротечности боя. Он обучает своих учеников виртуозному владению телом. Тот, кто освоил русский стиль, способен мгновенно ориентироваться в боевой обстановке и принимать единственно верные решения. Вот пример из жизни. По офицеру СОБРа в Чечне палили из трёх автоматов. Он не только ушёл из полострела, он выиграл этот огневой контакт. А вскоре прислал инструктору вот это письмо с благодарностью. Подобных писем у Алексея Кадышникова десятки. Но сам он до сих пор не рассказал, за что получил личную благодарность Верховного Главнокомандующего. Да и многие из его учеников рассказать об этом пока не могут. Моя задача, как я могу сказать. Смотри. Опа. Ба. Иди. Это клуба. Есть. Есть. Пошли. Есть. Вперёд. Сейчас вы видите лишь малую часть его учеников. И несмотря на то, что у многих из них за плечами есть опыт участия в боевых операциях, они находятся лишь в самом начале пути постижения системы Кадышникова. А это кадры из известного художественного фильма «Русский стиль». В нём Алексей Кадышников выступил не только как консультант, но и сыграл небольшую роль. В своё время этот фильм был своеобразным ответом всем тем, кто сломя голову бездумно бросится осваивать различные виды восточных единоборцев. Мастер стремился показать, как просто человеку, овладевшему русским стилем, противостоять сильному и хорошо вооружённому противнику. Это может сделать и безоружный, и раненый, и просто недостаточно физически развитый человек. Сила противника оборачивается против него самого. Чем больше силы прикладывает соперник, тем ему же и хуже. Нет нужды объяснять, насколько это важно, например, для разведгруппы, выполняющей задачу силы противника. Строго говоря, система Кадышникова — это даже не рукопашный бой, а система выживания в экстремальных условиях, в любой обстановке и любой ценой. А эти кадры мы оставляем без комментариев. Просто смотрите. Продолжение следует...